В чем причина неудач в последнее время украинских войск при обороне населенных пунктов на Покровском направлении в Донбассе. Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что между Россией и Украиной идут переговоры о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Кому достанется жилье, которое Россия строит на оккупированных территориях Украины? Также сегодня. Безос поддерживал нас и защищал нас. И я был невероятно благодарен ему за это. Но все изменилось. И я считаю это предательством главных принципов «Вашингтон-Пост». Принципов, которые он сам исповедовал и применял на практике. Почему американские газеты «Лос-Анджелес Таймс» и «Вашингтон-Пост» вопреки традиции в этот раз отказались поддержать кого-то из кандидатов на президентских выборах в США? Проект «Дип-стейт» сообщил вчера о том, что российская армия уже третий день подряд продвигается на юге Донецкой области неподалеку от Углидара, около сел Шахтерское, Богоявленко и Катериновка. На этом Времьевском направлении российские подразделения смогли продвинуться почти на 7 километров вглубь обороны ВСУ. Наступление продолжается и в районе Новоселидовки, захват которой, как отмечает проект «Радио Свобода» «Донбасс-Реалии», позволит вытеснить группировку ВСУ с северного берега Кураховского водохранилища и начать штурм важного логистического узла Курахова с севера. Вот как на вопрос о том, можно ли считать, что линия обороны ВСУ в Донбассе развалилась, говорит украинский военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Светан. Сейчас отступают наши войска по нескольким направлениям. В основном это южнее Покровска. До обрушения фронта еще далеко. Обрушение это когда идет прорыв фронта где-то на оперативный уровень, на глубину несколько десятков километров. Сейчас отступление идет в наших войсках где-то на километр 2-3, то есть примерно так. Потому до обрушения еще далеко, но очень опасная ситуация, особенно после движения россиян с севера со стороны Селидова на юг и с юга на север со стороны Шахтерского. То есть по большому счету россияне пытаются перерезать основную линию снабжения Кураховской группировки с Запорожьем. И это может уже вызвать тогда уже обрушение. Придется нам выходить из Курахова, это несколько десятков километров, выравнивать фронт по линии где-то грубо Великая Новоселка-Покровск. То есть вот это будет обрушение. Но у нас есть возможность остановить продвижение россиян. Сейчас предпринимаются определенные действия нашим оперативным руководствам военным. Я думаю, купируются, ну по крайней мере скорость остановится в ближайшее время россиян продвижение, а дальше уже будут принимать решения, исходя из оперативной обстановки. До административных границ Донецкой области им слишком далеко. Дело в том, что северо-запад Донецкой области, север Донецкой области, он хорошо укреплен, и они до сих пор не продавили ни торец, ни часов яр, а там дальше еще агломерация по северу, северо-западу агломерация Дружковки, Славенска, Краматорска, это из области невозможного. Ну по крайней мере в ближайшей перспективе, даже в несколько лет. Потому на границе Донецкой области россияне не выйдут. А вот дойти до западных границ Донецкой области, в районе Покровска, за Покровск, теоретически возможно. Почему сейчас и удержали россиян в районе Покровска, то есть их остановили. В районе Покровска, это вот можно сказать, одна из основных линий, сейчас третья линия обороны Донецкой, которая остановила россиян в продвижении в сторону Днепра, то есть в сторону Днепропетровской области. Она граничит в районе Покровска, Донецкой с Днепропетровской областью. Это теоретическая возможность однозначно есть, если не будет переброшены достаточные войска на восточный фронт для того, чтобы остановить россиян. А вот дальше, если они прорут Покровское направление, сам Покровск займут, то дальше они могут дойти практически до Павлограда, а это уже где-то за 80 километров от Днепра. Возможность такая теоретическая есть, ну, может быть, не в этом году, а там ближе к весне или летом следующего года. Но, тем не менее, она есть, и потому наши военные делают сейчас все возможное для того, чтобы не допустить выхода россиян именно на западную границу Донецкой. Это был украинский военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Светан. Между тем, средства массовой информации цитирует генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который сказал так, фронт у нас посыпался. Вот как сам Марченко в интервью радио Донбасс-реалии объяснил, почему это случилось. Почему так произошло? Скорее всего, во-первых, это недостаток боеприпасов, оружия. Во-вторых, это люди. Нет людей, нет пополнения. Люди очень, 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 очень устали. Просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. Ну и третье, это разбалансированное управление. То, что сейчас происходит, я вам скажу, такого не должно быть точно. Это был генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко о проблемах с организацией обороны и управлением войсками, которые приводят к быстрому продвижению российских войск в Донбассе. В интервью Донбасс-реалии говорил и главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Главная причина – это организационные и управленческие проблемы. В первую очередь, касающиеся использования войск. Организации поражения врага техническими средствами. В первую очередь, дронами во взаимодействии с артиллерийским и минометным огнем. Все это требует планирования организации. Когда войска выдвигаются на фронт, они должны иметь адекватную линию обороны. Должны иметь время для подготовки такой обороны. Или иметь уже подготовленную линию обороны, которую можно занять немедленно. Так как эти очевидные, по правде говоря, управленческие задачи не решаются, нам наносят поражение. Ничего другого произойти не может. Плановых действий нет. Нет планового использования войск. Когда людей посылают на позиции, они там находятся по 20-30 дней, и потом не получают необходимого отдыха, то, конечно, они не могут этого выдержать. Силы и здоровье кончаются, и они просто отходят с линии фронта. С такой организацией, с таким управлением никаких людей не хватит, сколько ни мобилизуй. Сейчас на войне такие экстремальные условия, что необходимы разумные командиры, которые умеют грамотно использовать людей. И такие командиры у нас на фронте есть. Их достаточно. Их большое число. К сожалению, такие командиры назначаются далеко не везде. Командиры, которые могли бы реализовать свой план боя, свой план обороны. И из-за этого мы видим такие провалы, которые не являются чем-то неожиданным. Провал на Времьевском направлении легко прогнозировался. Это знали абсолютно все, кто находился в том районе. Абсолютно ничего неожиданного. Это плановое поражение. Это был украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня опроверг информацию, опубликованную в газете «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванные источники, о том, что Россия и Украина ведут тайные переговоры о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам. Напомню, что в одном из своих выступлений президент Украины Владимир Зеленский называл такой отказ возможным первым шагом к прекращению боевых действий. По словам Пескова, Россия согласится на прекращение огня только при условии вывода украинских войск из так называемых новых регионов России. «Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти бросы осуществляются, такие публикации допускают. Российская позиция, она хорошо понятна, ее изложил Путин, если вы помните, это было летом этого года. Да, там как раз говорят о том, что украинцы должны оставить российские территории, включая российскую территорию, то есть новые регионы Российской Федерации. Это был набор условий, которые озвучил президент Путин. Точнее, это была его мирная инициатива». Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. А уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубенцу с просьбой помочь выяснить судьбу нескольких сот жителей Кировской области, с которыми пропала связь после начала операции ВСУ в этом российском регионе. Делая заявление, Москалькова употребила слово «плен», которое, отмечу, ей подсказал кто-то, стоявший за кадром. «Я обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины Дмитрию Лубенцу в Международный комитет Красного Креста с тем, чтобы определить судьбу этих людей и сделать все возможное для возвращения их из плена, можно сказать так, возвращения их в свои семьи. У меня сегодня 500 с лишним обращений от родственников, которые просят установить местонахождение, состояние здоровья, судьбу этих людей». Это была уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. В интерпретации российских средств массовой информации эти слова Москальковой преподносятся как утверждение о том, что несколько сот жителей Курской области якобы были насильно вывезены на территорию Украины. Однако никаких данных, что это действительно произошло, приведено не было. Глава так называемой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил на днях о начале строительства жилых домов еще в четырех оккупированных городах Украины. Речь идет о Макеевке, Кировске, Енакиеве и Снежном. Впрочем, у жителей этих городов, потерявших жилье в результате российской агрессии против Украины, совсем нет уверенности, что квартиры в этих домах, если они, конечно, будут построены, достанутся им. Подробнее об этом рассказывает журналист проекта «Радио Свобода Донбасс-Реалии» Дарья Куриная. Денис Пушилин и еще ряд чиновников Компационной администрации группировки ДНР встречались с министром ЖКХ и строительства России Ириком Файзулиным. И в ходе этой встречи они обсудили так называемый новый нацпроект, который подразумевает под собой улучшение условий жизни в оккупированных городах. В частности, в ходе этой встречи было озвучено, что планируется улучшение жилищных условий, вплоть до того, что рассчитано обеспечение жильем людей по 33 квадратных метра на человека. Однако же не было уточнено, кому, когда это светит. Позже, после этой встречи, Пушилин выступил в эфире «России-24», где уже заявил, что в планах стоит строительство в четырех городах Купированной Донецкой области. Это Снежное, Макеевка, Кировская и Янакиева. И якобы, по его словам, есть уже инвесторы, которые готовы вкладываться в это жилье. Но, оговорившись в этом эфире, он сказал, что инвесторы планируют строить жилье для своих сотрудников. Вот именно эта формулировка для своих сотрудников очень смутила комментаторов в социальных сетях, которые обсуждали эту новость, потому что кто эти сотрудники, кто эти инвесторы, неизвестно. Возможно, речь идет о городах-шефах, потому что за каждым городом в оккупации закреплен тот или иной российский регион, который занимается ремонтами крыш, дорог, в общем, занимается восстановлением этих регионов. И, возможно, новое жилье, которое будет строиться в этих городах, будет предназначаться конкретно этим нанятым специалистам из России, но, снова же таки, не людям. Если мы будем говорить вообще, в принципе, о ситуации со строительством жилья в оккупации, то ситуация, мягко говоря, плачевная, потому что новое жилье строится разве что в Мариуполе, и то доступно оно далеко не всем. Если еще в начале, когда начался строительный бум в оккупированном Мариуполе, люди, которые потеряли жилье в начале полномасштабного вторжения, как-то получали компенсации, получали новые квартиры, опять же таки, были претензии к этим квартирам, что они сделаны не из качественных материалов, но, тем не менее, люди взамен на утраченное жилье получали хоть какое-то. Позже ситуация изменилась. В Мариуполе стройки идут просто какими-то бешенными темпами, однако же это жилье идет на продажу, могут воспользоваться жители, взяв себе ипотеку, однако же проблема в том, что местным жителям даже ипотека не очень-то доступна, и в основном жилье в Мариуполе покупают россияне, опять же таки, приезжие специалисты, которые занимаются строительством. К ним очень много претензий у местного населения, потому что люди недовольны, что потерявшим жилье квартиры не выдаются, но, тем не менее, квартиры активно продаются и выдаются тем самым строителям и другим приезжим работникам из России, которые чувствуют себя главными в этих городах. Ситуация в Донецке вообще, наверное, еще более показательная, потому что с 2014 года, с момента оккупации города, в Донецке не завершен ни один строительный проект, который остался еще до оккупации, и все 10 лет в городе новое жилье не строилось вообще. Недавно же было заявлено, что теперь выданы разрешительные документы на строительство жилого дома по улице Розы Люксембург, и там уже даже начали расчищать строительную площадку, и снова квартиры в этом доме достанутся людям за деньги. Мы тоже в своих эфирах поднимали эту тему о том, что люди могут воспользоваться ипотекой для того, чтобы приобрести это жилье, но, опять же таки, российская ипотека, которая доступна жителям Донецка, недоступна им для нового жилья, поэтому там в основном пользуются услугами для приобретения вторичного жилья. Когда будет введен в эксплуатацию, будет ли вообще построен этот дом в центре города, на который сейчас выдали документы, неизвестно. Открытых документов на то, что уже можно вложиться было в него на моменте строительства, тоже сейчас нет. Как бы просто идёт стройка, висит паспорт объекта, и люди гадают, кто сможет, в принципе, приобрести там жильё. Если мы уже будем говорить о Макеевке, Снежном и Кировском, ситуация там ещё хуже, потому что там в середине 90-х, а то и с начала 90-х, после распада Советского Союза, не строилось вообще абсолютно ничего. И если в этих городах и будет что-то построено, то люди, опять же таки, сомневаются, кому это всё достанется, потому что жители этих маленьких городков говорят о том, что жилья критически не хватает. Опять же таки, потому что приезжает очень много россиян, которые там работают, российские военные, которые занимают освободившееся жильё. И многие люди просто сталкиваются с проблемой, что жить им негде, купить им, собственно говоря, жильё особо не за что, потому что и на вторичном рынке не всё так просто. А то жильё, которое является бесхозным, оно, в принципе, объявлено оккупационными администрациями бесхозным, оно отжимается в пользу так называемых республик, и поэтому как бы тоже в продажу не поступает. И ситуация, в принципе, со свободным жильём весьма критическая. Будет ли оно построено или нет, остаётся только годами. Рассказывала журналист проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Дарья Куриная. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 30 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И теперь к президентской предвыборной кампании в США. Кандидат в президенты от Демократической партии, нынешний вице-президент Камала Харрис, вчера прокомментировала скандал, вспыхнувший после предвыборного митинга Дональда Трампа в Нью-Йорке, в Мэдисон-Сквер-Гарден, на котором один из выступавших, комик Тони Хинчклифф, назвал Пуэрто-Рико плавучим островом мусора. Сам Дональд Трамп провёл мероприятие, которое назвал обращение к прессе. Подробнее об этом расскажет следящая за ходом избирательной кампании в США корреспондент «Голоса Америки» Наталка Писня. Попросту говоря, вопросы журналисты не задавали, зато Трамп на протяжении практически часа говорил практически обо всём на свете. Он говорил о кризисе на границе, налогах, спортсменах-трансгендерах, выходе американских военных из Афганистана, критиковал администрацию Байдена и, в частности, своего главного оппонента Камалу Харрис, также отметил и дружбу с правителями России и Китая. Сама же его оппонент Камала Харрис накануне как раз проводила довольно большое количество разных встреч в Мичигане. Это один из важных колеблющихся штатов, их всего семь. Прокомментировала, пожалуй, одно из самых резонансных высказываний, которое звучало буквально несколько дней назад на встречу с избирателями, которую проводили республиканцы в Нью-Йорке. Там, в частности, один из спикеров, комик Тони Хинчклев, говоря о Пуэрто-Рико, одной из американских территорий, назвал Пуэрто-Рико, я процитирую, мусором посреди океана, островом. Из мусора посреди океана также сделал довольно большое количество комментариев относительно количества детей в латиноамериканских семьях, которые вызвали довольно резкую реакцию среди выходцев из Латинской Америки. Если же говорить о том, как прокомментировала Камала Харрис как раз вопрос относительно и Пуэрто-Рико, и отношения к выходцам из этой территории со стороны республиканской партии, то она сказала так. Так, Трамп зациклен на претензиях к самому себе и разобщении страны. А команда Харрис уже готовит план экономического развития Пуэрто-Рико. Ничто из сказанного им не поддерживает надежды американцев. Его намерение – плеснуть масло в огонь, чтобы разделить нашу страну. Я уже заявляла о своих планах представить план экономического развития Пуэрто-Рико. Я очень горжусь поддержкой таких людей, как Бэт Банни и Дженнифер и многие другие, поддержавших меня после того нонсенса, который прозвучал со сцены Мэдисон-Сквер-Гарден. Они поддержали меня, потому что они понимают, что они хотят президента США, который вдохновляет, а не поносит людей и называет Америку мусорным баком, как это сделал Дональд Трамп. Если же говорить о том, как выглядит официальная позиция штаба Трампа в этой связи, то там практически сразу после заявлений, которые прозвучали от Тони Хинчклиффа, пресс-секретарь штаба Трампа и многие другие сотрудники пресс-аппарата стали обращаться и к журналистам, и к политикам-республиканцам, которые заявили о том, что они не разделяют и критикуют подобный подход, что он абсолютно не соответствует взглядам республиканской партии, в первую очередь кандидата в президенты Дональда Трампа, комментировал этот вопрос и Джей Ди Вэнс. Он сказал, что он присутствовал на мероприятии в Нью-Йорке, но как раз этой шутки комика не слышал. Есть, по словам Уэнса, и другие темы для обсуждения, а вот использование этой конкретной истории, это как раз попытка отвлечь внимание от американцев от гораздо более важных тем. Я думаю, что американцы устали от попыток отвлечь их внимания. Они хотят, чтобы кандидаты говорили о том, как они будут решать проблемы людей. Я не слышал шутки, я не видел самой шутки, но я считаю красноречивым, что Камела Харрис в своей заключительной речи заявила, что сторонники Дональда Трампа нацисты. Вы можете злиться на шутку комика. Это не послание от компании-победительницы. Это точно не послание от человека, который хочет занять должность президента США. Мы не сможем установить величие американской цивилизации, если мы будем обижаться на каждую мелочь. Давайте иметь чувство юмора. Камела Харрис на минувшую неделю, принимая участие в мероприятии, которое организовывала CNN, для встречи с избирателем в формате «Вопрос-ответ», отвечая на вопрос ведущего, считает ли она Дональда Трампа фашистным, ответила утвердительно. Она, впрочем, не называла сторонников Трампа фашистами. Как раз вот эту тему, тему фашизма и нацизма Дональд Трамп активно использует в своих выступлениях на этой неделе. Последнее заявление Камелы Харрис и ее штаба, что все, кто не голосует за нее, нацисты. Мы нацисты. У моего отца был замечательный папа, очень жесткий парень. И он говорил, никогда не используй слово нацист. Я даже не знал, как его использовать. Только потом понял. А они используют это слово свободно. Оба слова. Он Гитлер, а потом он нацист, а я не нацист. Нацизм и фашизм – две разные вещи, два разных понятия. Нацизм предполагал превосходство белой расы. Фашизм как раз этим понятием не оперирует. Но предполагает, что государство может использоваться для инструмента, для того, чтобы сохранить титульную расу. Впервые как раз о том, что Дональд Трамп подпадает под определение фашизма, заговорил отставной четырехзвездный генерал и бывший руководитель аппарата администрации Трампа Джон Келли. Он как раз дал определение фашизму и заявил, что, по его мнению, Трамп под него подпадает. Сообщение корреспондента русской службы «Голоса Америки» Наталки Писней. И еще одна тема, связанная с предстоящими президентскими выборами в США, хотя точнее сказать, что они уже идут, по данным на вторник на этих выборах уже проголосовали 46 миллионов избирателей. Но основной день голосования – это 5 ноября. Две крупнейшие американские газеты, вопреки многолетней традиции, в этот раз отказались поддержать кого-то из кандидатов. Это решение навлекло на них обвинение в предательстве профессиональных принципов. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Поддержка главными газетами страны одного из кандидатов в президенты – давняя американская традиция. Газета не просто объявляет о своем решении, но и подробно аргументирует его. 30 сентября это сделала «Нью-Йорк Таймс». Она поддержала Камалу Харрис. Но на прошлой неделе две другие крупнейшие общенациональные газеты «Лос-Анджелес Таймс» и «Вашингтон-Пост» заявили, что не будут поддерживать никакого кандидата. В обоих случаях статьи в поддержку Камалу Харрис были уже написаны. В обоих случаях решение было принято владельцам газеты. «Лос-Анджелес Таймс» – это врач-миллиардер Патрик Синсян, занимающий 81-е место в списке «Форбс». В «Вашингтон-Пост» – это Джефф Безос, глава компании «Амазон». Решения владельцев повлекли за собой отставки сотрудников, не согласных с ними. Из «Вашингтон-Пост» уволился, в частности, редактор отдела мнения Роберт Кэган. Это республиканец-антитрампист. Вот как он объясняет свое решение. Вполне очевидно, что это попытка Джеффа Безоса угодить Дональду Трампу в ожидании его возможной победы. Трамп пригрозил заняться бизнесом Безоса, а Безос управляет одной из крупнейших компаний в Америке. У них чрезвычайно сложное отношение с федеральным правительством. Они зависят от федерального правительства. И Трамп ясно дал понять, что он будет атаковать средства информации, которые критикуют его. Он пригрозил отобрать лицензию у CBS. И это явно попытка Безоса завоевать расположение Трампа в преддверии его президентства. Так что, если мы хотим знать, как Трамп собирается подавить свободную прессу в Соединенных Штатах, это вот и есть ответ. Вот как это произойдет. Особенно, когда средства информации принадлежат корпоративным титанам, которым есть что терять, если Трамп рассердится на них. Джефф Безос написал в защиту своего решения колонку в своей газете. Поддержка газеты, пишет он, не способна склонить ту или другую чашу весов. Ни один неопределившийся избиратель не скажет «я голосую так, как сказала газета». Ни один. На самом деле такая поддержка создает ощущение предвзятости, ощущение отсутствия независимости, прекращение ее принципиальное решение, и оно правильное. Роберт Кэган считает это объяснение абсурдным. У меня нет никакой инсайдерской информации, но посмотрите, Трамп действительно угрожал Безосу в прошлом. Он говорил, что надо обложить Амазон более высокими налогами и так далее. И потом, вот этот их аргумент, что мы, мол, никого не поддерживаем в целях объективности, у Пост не было проблем с поддержкой кандидатов в президенты до сих пор. Они поддержали различных кандидатов в Конгресс в этом избирательном сезоне. Получается, только в гонке, в которой участвует Дональд Трамп, они решили никого не поддерживать. Это абсурд. Я думаю, что любой, у кого есть разумное понимание ситуации, знает, почему это произошло. Бывший главный редактор Вашингтон-Пост Марти Бэрон тоже скептически относится к объяснениям Безоса. Если бы это решение было принято три года назад, два года назад, может быть, даже год назад, это было бы нормально. Это, безусловно, разумное решение. Но оно было принято за две недели до выборов и не было никаких серьезных обсуждений с редакцией газеты. Оно было сделано явно по другим причинам, а не по соображениям высокого принципа. По словам Марти Бэрона, в прошлом Безос умел противостоять давлению Трампа. С тех пор, как Безос купил Вашингтон-Пост в октябре 2013 года, он действительно поддерживал нас. Он выдержал огромное давление со стороны Дональда Трампа во время его первой кампании, а затем во время его президентства. И Трамп пытался вмешаться в бизнес Амазон, поднять почтовые тарифы, препятствовал заключению гигантского правительственного контракта с Амазон. И все же Безос поддерживал нас и защищал нас. И я был невероятно благодарен ему за это. Но все изменилось. И я считаю это предательством главных принципов Вашингтон-Пост. Принципов, которые он сам исповедовал и применял на практике, когда я был редактором Пост. И еще одно мнение директора Центра политических исследований Университета штата Вирджиния Ларри Сабато. Это, конечно, не имеет значения для избирателей. Я буду удивлен, если поддержка Вашингтон-Пост или Лос-Анджелес-Таймс повлияет на выбор 10 человек на президентских выборах. Поддержка газет имеет значение для местных выборов, потому что люди не знают имен кандидатов и их программ. Но я скажу вам, на что это влияет? На репутацию газеты. Помните, какой у них слоган? «Демократия умирает во тьме». Прекрасные слова. Так что они решили погрузиться во тьму до конца кампании. По крайней мере, как редакция. Около двух тысяч подписчиков Вашингтон-Пост отменили свою подписку после решения Безоса. А 16 колумнистов газеты подписали заявление, в котором назвали его ошибкой. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон. Коротко добавлю, что Владимир Абаринов оговорился в конце число отписавшихся от «Вашингтон-Пост» составляет не около двух, а около двухсот тысяч человек. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин-Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. А у меня на сегодня все. До свидания.